Как изучать Евангелие начинающему? Во-вторых, неотступно. В-третьих, как Слово Божие, которое обречено лично к тебе, когда ты читаешь это Слово. Потом, изучать Евангелие надо благоговением. Нельзя это делать, как обыкновенную книгу. Это не просто книга, это не просто книга мудрости, это Слово Божие. Господь говорит, надо услышать, надо послушать. Как начинающим изучать Евангелие? Во-первых, хорошо установить такое правило, что не оставлять без Евангелия ни одного дня. Многие святые отцы имели библейские часы, а не в течение часа, а то и больше, в течение дня читали Евангелие, Библию. Но нам нужно поставить перед собой цель ни дня без Слова Божия. И бывают случаи, когда мы устали, когда у нас как будто бы нет времени. Но хорошо, может быть, сказать себе так, что, ну хорошо, ты не можешь прочитать главу, но ты прочитай полглавы, если у тебя нет времени. Ну хорошо, у тебя нет времени прочитать полглавы. Но прочитай абзац. Хорошо, ты очень устал, ты заболел, ты себя очень плохо чувствуешь, но ты строчку можешь прочитать Евангелие. Ведь это Слово Божие. И не оставляй себя без духовной пищи. Почитай, услыши, послушай, что говорит Господь. Евангелие очень помогает в вере. Вера становится живой. Потому что вера – это не просто знание, что есть Бог. Вера – это еще Бог общения. А читая Евангелие, мы с Богом общаемся. Он нам говорит, мы слушаем. Не только мы ему говорим, когда молимся, а тут он нам говорит. И это укрепляет веру. Потому что и сказано, что вера – отслышание, а слышание – от Слова Божия. Так, что необходимо, делается – отслышание. Знать бы нет. И это так не только «Вост Naturas». Слова Божию. Отслышание. Вост enca…